Вакцинация как единственный путь к безопасной и здоровой жизни. Казахский национальный медицинский университет имени Санжара Асвиндярова продолжает проводить активную фазу вакцинации и ревакцинации населения против коронавируса. По рекомендациям ВОЗ, бустерную вакцину необходимо ставить спустя 6 месяцев после прохождения полного курса вакцинации. Самые популярные препараты для ревакцинации сегодня имеются во всех пунктах. Получить укол здоровья можно и в центре ПМСП и диагностики профессорской клиники Казанмау. Учитывая сейчас неблагоприятную ситуацию, ревакцинация проводится через 6 месяцев. На данный момент у нас имеются на активированные, значит, неживые вакцины. Это Казвак, казахстанская, и Синопарм, это Китай и Pfizer. Чем они отличаются? Отличаются от состава. Люди переносят относительно хорошо в удовлетворенном состоянии. Могут быть местные реакции. Это при введении этого препарата обычно пациентам все объясняется, какие должны меры заранее пациент должен делать. Не купаться, замерять температуру, пить жидкости и наблюдаться в течение трех дней у врача. Мы эти рекомендации при введении препарата даем. Других осложнений мы пока не замечали. Получить ревакцинацию можно через 6 месяцев. Только мы проверяем наличие паспорта вакцинации по базе, потом только в воде. Процедура ревакцинации не сильно отличается от введения первого и второго компонента вакцины. Осмотр терапевта, регистрация, укол и полчаса наблюдения в специальной комнате отдыха. Серьезных осложнений после ревакцинации здесь не наблюдали. Плюсом ревакцинации является скорость процедуры. Ждать 5 человек для ревакцинации уже не нужно. Уже два года все мировое сообщество обеспокоено быстрорастущим количеством больных коронавирусной инфекцией. В настоящее время, благодаря вакцинации, количество больных уже протекает в более легкой форме и количество зараженных не отражается на количестве ушедших из жизни. Это показывает, конечно, хороший опыт вакцинации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова